Друзья, коллеги, соратники, всем категорически привет! Это Андрей Гавриков, это очередные записки нумизмата. Вы не представляете, какого труда мне стоило записать это видео. Пишу сейчас его буквально между планерками на работе, потому что в ночь сегодня улетаю в Сибирь, в командировку, еще там пару дней буду кататься, смотреть, что там есть интересного в новом регионе, где я не был. Давайте, наверное, сильно не буду я тянуть, давайте переходим к просмотру монет, но хочу сказать две вещи, две новости. Вот, даже не новости, два объявления сделать, не знаю, как это правильно сказать. Значит, первое, несколько недель назад со мной вышло достаточно прикольное, как мне кажется, интервью во Вконтакте, вот, так что все, кто из России, все, у кого есть аккаунт во Вконтакте, ссылочка будет в описании, то есть, можно тоже пописать, там прикольный паблик про нумизматику, берут интервью тоже у разных коррекционеров, там есть интересные ребята с интересными коллекциями, вот, я, как всегда, там немножечко со своей Индией посвятился, вот, это раз. А второе, напоминаю, что у нас есть наше замечательное сообщество гильдии коррекционеров в Телеграме, ссылка тоже будет в описании и там сверху в канале, на шапке канала есть, вот, если вы нормальный, адекватный человек, без комплексов или с комплексами, на которые эти комплексы не реализуют за счет других людей в сообществах, если вы хотите общаться про нумизматику, про монеты, про вот это все остальное, не общаться про политику, не общаться, ребят, ключевое слово здесь, вот, не подкалывать начинающих нумизматов и так далее, вот, а просто находиться в дружественной атмосфере, в такой среде, где люди обменываются опытом, делятся какой-то информацией, где-то подсказывают друг другу, где-то могут немножечко там подшутить, там, скажем, да, там, над новичками, как бы, но без жести, вот, то мы вас с нетерпением ждем в нашем сообществе. Если вот из того, что я писал, как бы, и вдруг вы такие, ой, нет, как бы, пойду вступлю, но будут там какие-то, говорите, гадости и дичь, как бы, нет, к нам не надо, пожалуйста, будем банить, выкидывать, потому что вот уже сколько нашему сообществу месяцев, и поначалу я, как бы, думал, что можно с людьми по-хорошему, вот, можно по-нормальному, вот, можно не банить, можно просто замьютить на неделе, отключить возможность что-либо писать, там, комментировать. К сожалению, не все это понимают, вот, и будем водить репрессивные, меры, ну, уже начали их водить, вот, как-то так. Очень не хочется просто терять ту аудиторию, действительно, крутых ребят, классных нумизматов со всего мира, вот, которые приходят там не про политику пообщаться, как бы, да, там, не про проблемы, которые есть там между разными государствами, а вот именно про монеты, вот, так что если вы про монеты, про открытки, про марки, про боны, вообще про коллекционирование, вот, то запрыгивайте к нам, будем вам рады. Вот, что-то вступление получилось адски длинное, да ладно. Все, пошли к монетам, погнали. Ну, что, ребят, давайте, давайте посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Значит, ну, как вы знаете, ну, по крайней мере, те, кто следят за моими социальными сетями, мы тут на каникулах были с семьей в Катаре, вот, ну, и в Катаре найти по монетам вообще ничего не удалось, даже из ходячки современной, самой крупной сети супермаркетов, французской вот этой, Кэрри Фор, удалось найти там 8 или 10 монет. Ну, правда, все ванцы были, что замечательно, как бы, но не более того. Продавцы, которых я нашел на рынке, заламывали цены просто космос, забегая вперед. Сейчас я вам покажу, собственно говоря, вот 10 дирхамов 73-го года. Вот. Мне она обошлась в что-то 180-200 рублей вот в этом состоянии, в идеальном. Вот. Там за нее попросили 1100. Тоже мешковая, но уже вся цветастая была и так далее. Я аж прям засмеялся в лицо. Вот. То есть, он сначала назвал цену, собственно говоря, там, где-то там что-то 150 рублей, 180, а потом говорит, ой, ошибся, точечку убрал, искал, вот, цена за нее. Вот. В общем, ничего я не стал делать, значит, потому что, потому что я посмотрел, что на мешке у нас все есть. Во-первых, я вот приобрел вот такой замечательный набор банкнот. Я все переживал, что надо было бы зайти там в банкомат себе и взять, ну, в банке. Вот. Но, чтобы вы понимали, здесь вот 16 катарских реалов. Это 400 рублей примерно российских. Это обошлось мне 700 рублей. Все вместе банкноты и ничего не надо бегать. Искать было. Довольно взял. Боны я особо не собираю, но, как бы, вот в тех странах, в которых бываю, самые небольшие номиналы почему бы не взять. Вот. Вот это вот прямо на набережной в Катаре находится вот эта жемчужина. Это я взял последний типа 20-го года. Вот. Это вот жемчужина. Там стоят вот эти вот корабли, такие доу, лодки доу арабские, на которых там тоже можно поплавать. Пятачок. Вот. Такой симпатичный, приятный. Ну, такая цветовая гамма, знаете, очень популярная для арабских стран, для восточных сочетаний цветов. Посмотрели мы, конечно, там тоже и на скокунов, и на верблюдов, и вот этих замечательных ребят видели, которые символ... символ катара. Я сейчас название точно не вспомню, как называются эти животные, чтобы не ляпнуть какой глупости, не сморозить. Хотя столько, сколько я в жизни уже этих глупостей говорил, ничего страшного не будет. Вот. И вот десяточка. Вот десяточка. Тоже 20-го года. Со стадиончиками вот этими современными. Вот. Такая вот красотища. Да, архитектура там, конечно, сумасшедшая. Просто фантастическая. Буду монтировать видеоролики с поездки по Катару. Это все покажу, расскажу. Вот. Немножечко банкнот взял. Давайте, раз уж с Катаром я начал, давайте с ним я, наверное, и продолжу. Значит, вот десятка. Десяточка. Это не грязь, это на холдере царапка. Вот. Десяточка 73-го года. В России она продается в наличии. Мышковая есть. Еще их есть немало. Я вот покупал у своего постоянного продавца и попросил, чтобы он мне уже по доброй традиции отобрал без точек, без всяких разных серьезных выреждений. Вот. Ну, он любезно меня послушал. У меня вот такая красотулька сейчас появилась. Далее, значит, смотрите, что здесь у меня. 25-ки. 25 дирхемов, дирхамов. Значит, видите, у меня времени даже подписать все это дело, подпечатать. Я подумал, что вам важнее видео будет без подписанных монет, но видео, чем его отсутствие. Вот. Это у нас монета, собственно говоря, получается 2003-го года. Тип 25-ка. Вот эта монета у нас, получается, тип... Сейчас скажу, какого года. Это у нас 2003-й. Вот. Стоять. Стоять, стоять. Что-то я сейчас, по-моему, и то, и то назвал 2003-й. Они разные. Секунду. Вот 2003-й это вот этот. Ну, вот. А это у нас... Сейчас один буквально-таки момент. Докрутим. Докрутим на правильную сторону. Тут на экране, походу, ошибочка с этими сфотками. Ну, вот. А это 25-ка. Да, это 2006-го года. 2006-го и 2006-й год. Вот. И вот эта 25-ка. Она, видите, уже с такой патинкой. Я не знаю. По сравнению с теми, видно, чуть-чуть желтоватая. Вот. Это 93-го года 25 дирхамов. Вот. У меня были. Часть из них. Часть из них была у меня. По-моему, одна была 2003-го. Но в состоянии XF я вот все вансы купил. И с полтинниками та же самая история. Ну, вот. То есть, здесь тоже есть полтинник 93-го, 2003-го и 2006-го годов. Вот. То есть, все типы, типы, типы. Все у меня теперь в коллекции есть. Вот. Вся регулярка у меня в состоянии uncirculated. Вот. Это приятно. Вот. Это очень приятно. Это очень хорошо. Думаю, что даже, наверное, надо снять будет ролик с обзором вообще всех монет. Плюс юбилейки. Вот. Как-нибудь я это сделаю. Вот. Закрыл, собственно говоря, вопрос по этой всей истории. Вот. Потом я не сдержался, раз уж я там стал заказывать некоторые монетки ванцы себе на мешке. Хотя, давайте обмены, наверное, покажу сначала. Сначала обмены показать им. Или покупки. Или обмены. Или покупки. Ну, ладно. Все перемешано. И уже буду так показывать, как начал. Это я, значит, купил за 500 рублей. 100 из них было за перебор монет, чтобы не без точек выбрали. Есть продавец на мешке, который продает, значит, 1, 5 и 10 центава филиппинских из роллов. Вот. Смотрите, какая прелесть. У меня они были все в XF-ах. Или что похуже. Цены на них заряжали на Филиппинах в начале этого года был просто какие-то сумасшедшие. Просто сумасшедшие. Ну, в несколько раз дороже, чем у нас. Вот. Поэтому я там покупать не стал. Зато купил здесь у нас. Видите, вот какая красотулечка. И прелесть с этими монетками. Замечательно. Люблю такие маленькие, аккуратненькие. Вот это десяточка. Какие-то там микропотемнения, может быть, где-то, знаете, там, с краю попадаются что-то, да. Там, ну, это не супер смертельно. Так, что еще, что еще. Давайте, наверное, вот этот обменчик покажу один. Небольшой, но интересный. Я, конечно, не собираю такие монеты. Вот сейчас дальше я к следующей скажу. Вот. Так, стоять. Это у меня из другого обмена было. Здесь у меня был... Вот, 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 где, ну, этот греческий товарищ. Вот мой греческий товарищ. Значит, 50 Драхму 98-го года в Ансо. Я чуть ли не впервые держу вот такого типа греческие юбилейки. Вот прямо реально в идеальном состоянии. Ну, и вот. Все, что мне попадалось до этого, было совсем ушатанное. Вот. Ну, что-то я выменивал там в XF и так далее. Ну, вот, прямо я увидев эту, я понял, что к чему стоит стремиться, в общем, с этими греческими юбилейными монетами. И вот выменял такую необычную монету коллекционную для себя, серебряную. Как бы я не сторонник тоже сбора этих монет. Я прекрасно понимаю, что это все такая коллекционка там чеканится. Там чуть ли, скорее всего, там не в России где-нибудь. Неизвестный монетный двор. Вот. Тираж 2000 штук. В пруфе. Чудеса Египта. Монета называется Сфинкс. Ну, вот с таким вот Сфинксом она серебряная. Ну, я менялся с человеком на Викойне, который очень хотел там у меня определенные монеты. Как бы я подумал, ну, они у меня и так лежат в количестве. Возьму вот такую штуку себе в коллекцию. Как говорится, 15,5 грамм серебра 999 пробы лишними не будут. Я думаю, вы со мной согласитесь здесь. Так. Это вот такой у нас обменчик произошел. Потом еще что из интересненького. Значит, это я потом вам расскажу. Покажу. Ну, давайте, наверное, вот с этого мы сейчас начнем. Где тут у меня? Ага. Вот. Тоже менялись с человеком. На те монеты, которые у меня с запасом и не так уж супердорого я их покупал. Ну, вот. Поэтому обмен считаю достаточно выгодным. Гидераланские Антильские острова. Одна десятая шестьдесят третьего года в X-Effic. Чистить ее не стал. Грязь такая. Посмотрел потемнение, которое элементарно счищается. Но все равно решил не заморачиваться. Ну, вот. Все это дело разгребать, делать. Наконец-таки выменял эту монету. У нас в состоянии VF. Зная, что ванцы найти не проблема. И как-нибудь там я это сделаю. Потому что монетки мне тоже нравятся. Вот. В Германии того периода. Красиво, качественно сделано. Вот. Это тридцать пятый год. Вот. Гарнизонная церковь под знамя. Та самая. Вот. Уже много лет я видел эту монету. Много лет думал, как там ее купить. Выменить. Но вот в итоге поменял все в сохране VF. Как-нибудь ее и улучшим. Ну, вот. И попутно, значит, Крым. Орда. Вот. Значит, 1743 года монета. Сохран. Ну, VF. По тому типу монет, как они бывают. Это такой VF у этих всех монеток. Я скажу честно, сколько я раз видел в интернете все вот эти крымские, ордынские и прочие монеты. Они все вот в таком сохране, например. Не, попадаются там уникальные какие-то супер-пупер крутые. Но я прекрасно понимаю, что ждать там супер-пупер что-то уникального от этого не стоит. Вот, 1748 года. Вот. То есть, действительно, какие-то кусочки такие есть. Нормально прочекан. Остальное, мне все интересно, кто в этой теме шарит. Ребята, это они сразу так чеканились. Так фигово. Не лет они уже просто затирались от времени. И просто кусочек какой-то оставался. 1756 год. Ну, это вот разные типы этих монет. И 1767 год. Здесь, наверное, самый лучший сохран из всех монет, которые у меня в обмене появились. Вот. Опять же, там, предвидя критику, там, коллег, еще раз повторюсь, для меня это выгодно было поменяться. Сразу говорю. То, на что я менялся. Так. И что тут еще у меня не из покупок? Вот это у меня не из покупок. Значит, нидерландские антилы вот эти взял для замены того, что там у меня есть. Здесь, в ванцевом состоянии монетка. Ну, просто добивал, там, монеты за 50 рублей с суммой обмена. Также, по мелочи, добивал, там, 20 рублей, 50 лип, хорватских ванцев. Третий год. Или какой-то, пятый. Пятый, нет. Да, 95-й, но я попросил, чтобы было самое лучшее сохранное положили, из тех, что было. Вот. И тоже добивал, я ради одной монеты проводил этот обмен. Сейчас покажу ее. Вот. Это Franz Josef Strauss, Германия, две марки 90-го года. Вот. А весь обмен-то я затеял, собственно говоря, ради вот этой вот монеточки. Ну, можно было сказать, что она пруф, но за того, что она заляпана пальцами, я ее уже поставил. Просто, просто, просто анс, пусть будет, xf, анс, как хотите. Это Судан, 1967 года. Вот. Не юбилейка там ничего, это именно ходячка, как бы, и Судан я тоже с огромным удовольствием собираю. Вот. Поэтому, ну, прямо рад, прямо рад, что этот тип мне удалось вот отцепить. Ну, она, причем, еще из набора пруфовского, 7800 штук их отчеканили. Так что, приятненько. Ну, если я не ошибаюсь, похоже на пруф, да, ребят? Подтвердите, пожалуйста, в комментариях. Вон она, как зеркалится. На камеру просто, знаю, не всегда удается передать. Вот. Ну, похоже. Ну, даже если не пруф, ничего страшного. Вот. Судан не так просто найти в хорошем сохране. Так. По покупочкам, значит. А, ну, у меня там еще один обменчик будет. Ну, давайте я сейчас покажу покупки, а потом обмен. Значит, тоже вот, что еще там попутно купил. Коста-Рику один колончик за 300 ре, маленькая, но стоит чуть-чуть денежек. Вот. Коста-Рику я тоже собираю. У меня к ней любовь, как и к ЮАРу. Похожие монеты, но разные по типу. Вот. Постепенно я этот процесс веду. Вот. И все больше и больше у меня этих монеток становится. Причем мне все стало самому интересно посмотреть, сколько у меня монет. Последний период, с 51 по 23 год уже есть. 46 и 69. О, в 21 году 10 колоннов новые вышли. Надо тоже будет их поменять, купить. Тоже они есть. Вот. Как-то так. Так. Ладно. Дальше, значит. Алжир. Замечательный Алжир. Вообще просто класс. Юбилейка в сохране, ребят. Еще в продаже она есть. Еще есть на мешке, если что. Ну, вот. Тип такой не супер, не супер частый, скажем так. Да. И я за какую-то цену взял его достаточно смешно, если не ошибаюсь. Ее, по-моему, даже потом чуть-чуть повысили эту цену. Ну, вот. Но могу ошибаться. Вот. А нет, видите? 1984 год. 1954 год. Ну, вот. Такая-такая вот монета 30 лет Алжирской революции. Никель. 31 миллиметр. Вот. Почему я говорю, я взял за смешную... Да, я взял за 400 рублей. На мешке они еще есть. Продавец ВАСО. Смотрите. На юкоине по полторы тысячи рублей их продают наши ребята, российские банцы. Как бы, вот. Там просто у продавца огромный ассортимент монет. Может быть, он не всегда успевает их менять по ценам. Поэтому тоже прихватил. Так, вот, Александр, я знаю, должен был проследить за этим видео из нашего клуба, из нашей гильдии. Вот, Александр, давайте вашу критику. Вот. Я вот вижу, что здесь вот есть там пятнышки сверху, микро какие-то уже, патина пошла. Ну, ничего страшного. Значит, смотрите, взял индокитайский замечательный вот эту полушечку полцента. Ну, вот. В анце бронзу в идеальном практически состоянии. Ну, там, девять с половиной баллов из десяти я, наверное, поставлю на свой глазомер. Вот. Нередкий сохран для них. Ой, нечастый сохран. Как бы, в наших краях, по крайней мере, точно. Ну, вот. Приятно. Хорошая, классная колониальная монетка. Так. Ну, и обменчик. Самый, наверное, большой и вкусный здесь. Начну с этого. Два сантава сорок восьмого года. Это, кстати, опять же, обмен был в нашем клубе. Один из участников выложил. Наш доктор Кто выложил в раздел «Продаюсь, меняюсь». И я ему написал. Вот, собственно говоря, вот эта мелочь, которая добивала разницу. Чуть-чуть. С сорок восьмого года Аргентина. Но, видите, в идеальном тоже сохране. Очень приятная, качественная монета. Вот. Ну, а самое, конечно же, здесь вкусненькое. Уже, наверное, по фотке вы там это видели и поняли. Про что разговор. Вот. Это вот такая вот красотулечка. Как я узнал тоже у коллег, в России их завезли совсем недавно. Вот. Это какая-то китайская грейдинговая компания. MS-66+. Здесь написано, в 23-м году они загрейдировали их. Вот. По коду там находятся эти монеты. Вот. Монета действительно в шикарном состоянии. Единственное, что, смотрите, здесь вот обезьянка чуть-чуть потемнела. Вот. Но это не смертельно. И вот в центре здесь. Ну, некоторые монеты в центре вот начали, собственно говоря, подкрашиваться. Вот. Я купил. Я поменялся. Счастлив, доволен этому набору. То есть, у нас здесь есть, как видите, там панды, я не знаю, там всякие там тигры. О, надо своему индийскому товарищу, который тигров коллекционирует, рассказать про эту монету. Тигры, обезьяны, крокодилы, бабочки, ибисы, журавли. Короче, вот полная-полная вся фауна. Тут дельфин речной. Причем, чтобы вы понимали, китайский речной дельфин. Вот это вот. Ушастый коричневый фазан. Короче, ну, здесь все есть. Все есть, что посмотреть. Любители животных должны тоже быть довольны. Вот. Я доволен. Вот. А единственный момент. Вот. Я же монеты эти вкладываю в альбом коллекционера. Вот. У меня стал дилеммой. Господи, а что же мне делать-то в итоге вот с этими замечательными монетами? Ну, раскрывать я, конечно, капсулу эту не хочу. Вот. Потому что она сразу в цене потеряется. Вот. Буду со временем, наверное, как-то выменивать себе эти тоже монеты для того, чтобы дырочки в альбоме закрыть. Вот. В этот раз как-то так, ребята. Да, ребят, пишите ваши комментарии. Как всегда, что вам больше всего зашло. Я, конечно же, здесь вот рад. С одной стороны, что взял и поставил галочку с катером. Вот. Потому что, ну, очень хотелось странно побывать в стране и не закрыть все, что там есть. Вот. А на самом деле, как бы, самое серьезное здесь и вкусненькое для меня, это, конечно же, Китай. Шикарнейший набор. Просто бомбический. Вот. Ребят, ладно. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока. На связи и мирного неба над головой всем.